Привет! Важное событие произошло в мире футбола. Некоторые правила претерпели изменений. Первая поправка, и мы на спортивном проекте уже ранее указывали, касается замен игроков. Теперь смененный футболист обязан покидать поле через ближайшую к нему линию, а не затягивать время и плестись до резервного арбитра и там совершать ритуал. Нужно уточнить, что уходить он может как через боковую, так и через линию, которая находится за воротами. Благодаря этому изменению будет меньше затяжек в самой игре. Но думаю, что хитрые тренеры и тут найдут лазейки и заранее будут подсказывать игроку, чтобы он находился где-нибудь в центре. Про следующее правило вы наверняка уже также слышали. Стандартные положения. При пробитии штрафных ударов в стенке могут находиться только игроки обороняющейся командой. Соперники ближе, чем на метр подходить к стенке не могут. Кроме того, мешать находившимся в ней защитникам также нельзя. Ну и как и прежде, расстояние от мяча до самой стенки не изменилось 9 метров. Прежде всего, это направлено на честность игры, чтобы соперник не мешал вратарью, не закрывал ему обзор и так далее. Нам же, болельщикам, не стоит относиться к этим правилам слишком всерьез. Ведь изменения происходят ежегодно. Допустим, система ВАР тоже была внедрена ранее на одной из сессий Международного совета футбольных ассоциаций. Но мы вернемся к 133-й сессии. Следующее изменение также важно. Розыгрыш свободного удара от ворот. Как мы знаем, вратарь вводит мяч от своих ворот, который должен обязательно покинуть штрафную площадь. Теперь это правило отменили, и голкипер может разыгрывать мяч со своими защитниками внутри штрафной площади. Это интересно и рискованно. Уверен, что в ближайшем будущем увидим новые тактические приемы на этот счет. Еще некоторые изменения, они не столь глобальные, но, однако, про них также расскажем. Игрок, который случайно сыграл рукой, неумышленно подыграл себе, что привело к голу или к голевой ситуации, будет наказываться. А гол, естественно, будет отменен. Даже при том, что футболист никак не мог бы физически увернуться от мяча. Это нарушение. Думаю, справедливо, ведь футбол играют все-таки ногами. Также произошли небольшие изменения при попадании Круглого в судью. Арбитр в таком случае назначит спорный ввод. Игра и нога вратаря при пенальти. Голкипер обязан находиться на линии ворот при пробитии 11-метрового только одной ногой. А теперь попробуйте сами отбить пенальти в таком положении. Следующий нюанс. Желтые и красные карточки будут выдаваться тренером, запасным администратором, всем, кто находится на скамейке запасных. Естественно, не просто так, а за неспортивное поведение и другие шалости. Какая поправка показалась для вас самой адекватной, а какая нет. Если вы смотрели игру Спарта-Краснодар в начале марта, то команда уже тогда применили некоторые новинки. Но изменения официально вступят в силу с 1 июня 2019 года. Понравилось? С вас лайк. Рекомендую узнать, что такое финансовый фаерплей. Услышимся.